Вышивка Плюс Вышивка будет преобладать Поэтому не переживайте Все останется по-прежнему Основное мое увлечение это вышивка И конечно же мы будем в основном Говорить здесь о вышивке Я очень рада, что мое старое название вернулось Я погорячилась, когда переименовала Потому что Мне привычно говорить Вы на канале Вышивка Плюс Я не могу даже сказать Вы на канале Рукодельная Ассорти Ну в общем все, девчонки Почему я снимаю видео о готовых работах Вы уже видели многие из этих работ В моих трансляциях Не все зрители любят трансляции Многие зрители пишут, что они не смотрят трансляции И хотят, чтобы я снимала видеоролики Я не против Я очень люблю с вами общаться в трансляциях Ну и показать отдельно в отдельном ролике Свои вышитые работы Я могу Мне это не сложно Но тем, кто уже их видел Можете насладиться еще раз Этой красотой Действительно у меня получилась красота За весну у меня вышито две работы По схемам от Вероник Аженер Это вот такие вот розы Вот вы сейчас видите заломы Было скручено в рулончик Я сейчас погладила эту работу Но я ее не мочила и не отпаривала Это вот я сразу отвечаю на вопрос Который оставляла мне зрительница в комментариях Почему у меня лен Не отглаживается Девочки, лен бывает разный У меня кэшелл Да, он действительно очень плохо отглаживается Его нужно отпаривать Либо немножечко побрызгать водой Но поскольку я собиралась вам уже несколько раз Снять видео о готовых работах Я уже 10 раз гладила эту работу И каждый раз потом эти работы я скручиваю в рулончик И появляются вот такие заломы На льне это неизбежно Лен, он настолько требует бережного обращения Даже просто, если вы вот эту работу вот так сложите И оставите ее буквально на один день Потом будут заломы, которые отгладить очень-очень сложно Пока я буду рассказывать Я вам на экране буду показывать сейчас поближе Чтобы вы насладились красотой Вышивала я ниточками DMC По ключу Эту схему мне дарила Мила Большое спасибо Миле За такой прекрасный подарок на день рождения Она мне подарила эту схему И вот такая красота у меня получилась Я, конечно же, в процессе получила такое наслаждение Но я никогда не думала, что вышивать вот эти листочки в одну ниточку будет так сложно Но вот этот эффект, как будто листья нарисованы карандашом Это обалденный эффект Мне очень он понравился Когда смотришь издалека Даже не скажешь, что это вышито Но такое ощущение, что это штрихами нарисовано И очень сложно мне было вышивать надписи Очень сложно вышивать надписи Закреплять в одну ниточку на льне Тоже было сложно Но я старалась протяжки не делать Я все-таки старалась изнанку делать аккуратной Хотя я никогда не стараюсь делать изнанку идеальной Я вообще не вижу в этом смысла Все свои работы я оформляю Но вот эти работы, которые я вам показываю сегодня Я оформлять не буду Поэтому я более-менее старалась делать изнанку аккуратной Потому что эти работы я буду носить с собой на встрече вышивальщиц То есть мы когда с девчонками в Оренбурге встречаемся Мы всегда приносим свои работы Я хочу обработать край Оверложить, конечно, это нужно было сделать с самого начала Но вы видите, сильно не махрилось Я вышиваю аккуратно И слава богу, у меня никаких пятен нет И края у меня сильно не махрились Вышивала я на пяльцах, не на станке И, в общем-то, я не видела смысла оверложить А потом уже я подумала, что если я буду эти работы носить Возможно, я их буду потом не раз стирать Все-таки край обработать мне нужно Но нужно это сделать не только на этой работе Но и на других работах Поскольку все эти работы я вышивала весной А весной на даче меня окружала такая красота Я не могу с вами не поделиться На других моих каналах есть подробные видео А сюда я буду вставлять небольшие фрагментики Потому что мои дачные цветочки Очень подходят к сегодняшней нашей теме Цветы – это моя любимая тема Следующая работа от Верони Кажинер У меня вышилась настолько быстро Что даже на канале я не показывала продвижений То есть я прям взяла эту работу и не могла оторваться В этот раз я вышивала на канве на равномерке Британи Я очень люблю Линду, Линду 27 Это Британи Чем отличается Британи от Линды Я уже на своем канале не раз показывала Рассказывала Мы с Олей из магазина Радуга вышивки делали обзор Линда – там 100% хлопок Здесь 20% вискозы Но мне эта канва даже понравилась больше Основа, вернее, не канва Канва – это специальная ткань для вышивки А равномерка – это ткань равномерного переплетения Она тоже подходит для вышивания Но все-таки канвой ее называть не стоит Канва – это специальная ткань для вышивки А это ткань равномерного переплетения Она бывает разная, разного состава Разного каунта Каунт – это размер Девчонки меня просили пояснять У меня очень много новых подписчиков Молодых вышивальщиц Которые просят их говорить им азы Ну, то есть, знаете, многие говорят Вы говорите на каком-то своем языке Который мы не понимаем Поэтому новенькие вышивальщицы Которые присоединяются Я для них рассказываю Конечно, опытные вышивальщицы уже это знают Но начинающие вышивальщицы эту разницу не знают Каунт – это размер Размер ячейки Вот очень мелкая ячейка Например, 18-й каунт Я не могу на ней вышивать Мне с очками даже очень сложно Но вот уже 16-й и 14-й каунт канвы Для меня нормальный Равномерка, она тоже Также делится на крупную и мелкую Я люблю Линду 27-ю и Британи То есть, это соответствует 14-му каунту канвы Но вот уже 32-й каунт равномерки Что соответствует 16-му каунту канвы Для моего зрения не подходит Мне очень сложно вышивать на основе 32-го каунта То есть, на канве 16-го каунта я нормально вышиваю А на равномерке 32-го каунта Вроде по размеру такая же получается ячейка Но мне сложно Вышивать нужно через две ниточки переплетения То есть, вот, отчитываете эти ниточки Конечно же, это сложно Вот сейчас еще расскажу В чем сложность была вышивки этой работы Ну, я уже сказала, да, в предыдущем Мне тяжело было вышивать надписи И то, что рисунок разбросан Нужно считать Расстояние от одного элемента до другого Нужно считать Что мне было сложно в этой работе Это делать вот эти фрузелки Они делаются два обвития в одну ниточку Но они постоянно у меня проскальзывали на изнаночную сторону Никак не держался фрузелок Он просто туда, на обратную сторону выпрыгивал Приходилось делать его несколько раз Ну, в общем, я намучилась Хотя, я очень хорошо умею делать фрузелки У меня есть плейлист Там у меня даже есть урок небольшой Как я делаю эти фрузелки И я их делала из лент Ну, в общем, у меня очень хорошо получается Крутить фрузелки Но не на этой работе Потому что вот эта основа равномерка И в одну ниточку очень-очень сложно На конве это делать в две нити Гораздо легче Потому что эти фрузелки На обратную сторону не проскакивают Ну, а здесь У меня Не всегда получалось Их сделать Ну, их здесь много в каждой надписи Причем, если их сделаешь не так Вот тут чуть пожирнее у меня получилось Здесь поменьше Ну, в общем, как получилось, так получилось Бэкстича здесь немного Сильно он не утомлял Ну, так нормально Немножечко подчеркивал детали и все Разметку я обычно делаю маркером Хорошо у меня смылась разметка Как делаю разметку у меня в отдельном плейлисте Есть подробные видео Вот здесь у меня была полная разметка Она очень хорошо на льне отстиралась Но мой маркер меня не подвозит никогда Маркер обязательно нужно сначала замачивать в холодной воде Ткань сначала в холодной А потом уже добавлять моющие средства и теплую воду Ни в коем случае сразу разметку нельзя Ткань с разметкой нельзя замачивать в теплой воде с моющими средствами Если вы это сделаете, то большая вероятность, что у вас останутся желтые пятна То есть сам маркер смоется, но желтые пятна оставят Здесь я не считала Вот я всегда делаю разметку полную, здесь нет Вот как-то у меня здесь получилось Вы знаете, тут листочки, цветочки идут как-то подряд-подряд И здесь мне было легко Очень было легко Вот эта основа Британи мне нравится намного больше, чем Линда Раньше мне не очень нравилась Я хотела стопроцентный хлопок Но когда в готовом варианте две работы лежат рядом На мой взгляд, эта Британи смотрится как будто дороже Я не могу подобрать нужное слово Но, вот знаете, есть ХБ простыня, есть, например, сатин, есть бязь И бязь, она как-то смотрится тогда презентабельнее Вот точно так же Линда и Британи Почему-то Британи мне понравилась больше Хотя она даже, по-моему, немножечко подешевле Но вот эта вот работа, она у меня вышита именно на Линде Вот именно на Линде Линда отглаживается хуже Британи очень хорошо отглаживается Вот видите, да, у меня здесь кусок 50 на 50 Впритык Вот эта схема, это сэмплер от Rosewood Manor Мечты о хризантемах Вышивалась нитками ручного окрашивания Нитки ручного окрашивания отдельная песня Я расскажу об этом поподробнее Сейчас про основу, да Видите, да, кусочек конвы 50 на 50 впритык Потому что схема рассчитана для вышивки на 32-м каунте То есть вы берете кусок 50 на 50, 32-го каунта И там у вас хороший запас остается То, что я вышивала эту работу на каунте крупнее Конечно же, она получилась больше Если ваше зрение позволяет, лучше вышивать на мелком каунте Так смотрится изящнее Все эти элементы смотрятся как ювелирные, такие красивые У меня, конечно, получилась работа крупноватая Но, в принципе, я работой довольна Я не знаю, буду ли я вышивать постоянно сэмплеры У меня есть купленные схемы, у меня есть нитки Конечно же, я вышивать буду, но я не скажу, что сэмплеры стали моими любимцами Нет, я все-таки больше люблю картины Поэтому, конечно же, вышивать буду Но не подряд несколько работ То есть буду вышивать вперемешку Нитки ручного окрашивания Девочки, нитки ручного окрашивания у меня вот зелененькие Немножечко полиняли Хотя нитки этой фирмы не всегда линяют Но мне повезло, повезло в кавычках Нитки полиняли Все у меня было собрано по ключу Покупала я комплектом в магазине Только основу потом покупала отдельно Вот они, оригинальные нитки, которые идут по ключу Викс Дайворкс Но здесь их уже осталось у меня мало В основном здесь уже идут ниточки DMC Это схемка у меня Схемку я не зачеркивала Схемка у меня чистенькая Аккуратная Скорее всего, что я эту схемку Вот с этим набором ниточек буду продавать Скоро я буду делать расхомячку Переберу свои наборчики И вместе с ними будет продана вот эта схема В общем, все у меня было собрано как нужно Но ниток не хватило Пришлось мне дошивать нитками DMC Хотя, вот как было указано в ключе Сколько мотков ниток Столько у меня и было Наверное, это из-за того, что я увеличила каунт Но размер готовой работы не сильно отличается Ну, то есть на 32 каунте работа должна была быть 32 По-моему, на 32 А у меня, сейчас померяем, сколько получилось в готовом виде Но не намного больше Тем более, здесь не сплошняком вышивается картина А здесь элементы Они разбросаны Но все равно ниточек у меня не хватило Если вы скажете, что, возможно, я неэкономно вышивала Ну, как видите, длинных протяжек у меня нет То есть я не могу сказать, что на обратной стороне у меня такой ковер Который сожрал все мои нитки Нет, ну, я считаю, что достаточно аккуратная изнанка Вот, так что грешить на то, что мои нитки были потрачены На то, что длинные перетяжки, нет Я старалась делать закрепки, даже если это одиночки Да, делать закрепки на равномерке Если это одиночки Это то еще удовольствие Ну, ничего, я справилась Нормально, в общем-то, справилась Что хочу сказать Нитки ручного окрашивания, на мой взгляд Не оправдывают ту цену Которую мы за них отдаем Я считаю, что Семплеры можно вышивать ниточками DMC Некоторые даже девочки вышивают ниточками ПНК Ничего в этом нет страшного Единственное, что в ключе Указаны оригинальные нитки И там нет ниток по ключу Вот, ну, а сказать, что этот семплер Прям очень-очень сильно отличается от ниток DMC Вот у меня полностью верх вышит нитками DMC Я не могу сказать, что такая кардинальная разница Вот, поэтому Я не стала фанатом ниток ручного окрашивания Ну, как бы, если они у меня есть, это хорошо Если нет, я переживать не буду Поэтому, девочки, если вы никогда не пробовали Нитки ручного окрашивания Не расстраивайтесь Таких денег, сколько мы за них отдаем Они этого не стоят Поэтому спокойно покупайте нитки DMC Если у вас есть карта цветов И у вас есть остатки ниток И вы можете их перевести То вы вполне можете вышивать другими ниточками Смотрите, схемы от Rosewood Manor Они разные То есть есть схемы, где нитки ручного окрашивания Есть схемы, где нитки DMC То есть там ключ указан в DMC И цена получается в два раза меньше Вот, допустим, подсолнухи, которые Юля мне дарила Там ниточки DMC То есть, естественно, эта работа Не будет такой дорогостоящей, как эта Вот этот комплект я покупала, по-моему, за 4 600 И плюс еще была доставка дорогая В общем, мне он обошелся где-то 5,5 тысяч Девочки, застрелиться Ну, такие деньги для нас, для россиян Это просто нереально Я честно скажу, если бы я не была блогером Вряд ли бы я купила такие нитки Просто мне хотелось свое впечатление о них сказать Мне хотелось попробовать Почему я не стала сразу заменять эти нитки Потому что мне хотелось сложить свое впечатление Увидеть своими глазами И уже сделать такой обзор Не просто понаслышке А уже от себя лично Ну, это мое мнение Я не хочу обидеть ни в коем случае девочек Которые любят эти нитки и вышивают Мы все разные Кто-то вышивает ниточками ПНК Кто-то вышивает нитками ручного окрашивания Я не считаю, что это хорошо или плохо Это всего лишь вкусовые предпочтения И давайте не будем забывать о цене Наши российские вышивальщицы Не все могут себе позволить нитки ручного окрашивания А ниточки ПНК могут себе позволить все Поэтому, если у вас есть перевод Вышивайте смело Я не скажу, что ваша работа будет очень сильно отличаться Я даже вот так визуально не могу сказать Что прям сильно-сильно работа отличается А уж тем более, когда вы делаете фотографию И когда вы вот так работу показываете Тем более, разницу особо никто не заметит Знаете, в чем разница между нитками DMC и нитками ручного окрашивания? DMC они ярче Нитки ручного окрашивания, они как будто немножечко линялые Как будто чуть-чуть винтажные Знаете, у меня создалось впечатление Что нитки DMC чуть-чуть положили в слабый раствор хлорочки И, кстати, я не экспериментировала Если кто-то из вас экспериментатор Вы можете нитки похожего оттенка взять Слабый-слабый раствор сделать Вот так перевязать это все Чтобы они не ровно стали блеклые А чтобы они местами стали блеклые Может капнуть на них где-то слабый раствор белизны Ну, в общем, это надо экспериментировать Но я хочу сказать, что даже если вы возьмете нитки гамма или ПНК И поэкспериментируете Возможно, у многих у вас получится такой винтажный эффект То есть платить за это бешеные деньги все-таки не стоит Наши девчонки российские, знаете Есть хорошая поговорка Голь на вытумку хитра Я думаю, что наши девчонки запросто придумают что-то такое Эксклюзивное И это не будет хуже, чем дорогие нитки ручного окрашивания Ну и заодно хочу вам показать работы, которые я оформила Тоже весной они были оформлены Это икона Серафима Саровского От фирмы Образа в каменях Мне девочки дарили на юбилей эту икону Посмотрите, как она вся переливается Здесь музейное стекло Ну, поскольку я уже говорила, что для такой дорогостоящей работы Должно быть достойное оформление Раму вот такую выбрала под старину Такое темное получилось Бронза Цвет бронзы Ну, я не знаю Очень долго мы там сомневались С багетной мастерской Какую выбрать Я люблю, когда яркое золото Но поскольку здесь нигде нет особо яркого золота Ничего другого не подходило Рамка не должна забивать сам образ То есть рамка не должна быть ярче, чем сама икона Лик, естественно, должен выделяться И видите, как переливаются камни Здесь натуральные камни, стразы, бусины Ну, в общем, спасибо большое девчонке За такой шикарный подарок Музейное стекло у нас в Оренбурге стоит недорого Вот это полностью оформление Мне обошлось 2000 С музейным стеклом Разница между простым и музейным стеклом Небольшая Но, девчонки, будьте внимательны Когда вы оформляете Не оформляйте в антибликовое стекло Я раньше думала, что антибликовое стекло И музейное стекло Это одно и то же Нет, это не одно и то же Это разные стекла То стекло, оно матовое И некрасиво смотрятся там работы Девчонки, у меня переезд Поэтому показывать свои процессы И свои запасы я пока не могу Я обязательно это сделаю У меня все упаковано сейчас в коробке А вот эти работы не упакованы Они пылятся Так, и поэтому мне нужно сейчас снять видео И убрать уже их в коробку Чтобы они не пылились Еще одна работа, которая была давно у меня вышита Но она не была оформлена Подробные видео об этих работах есть Если вам хочется подробнее разглядеть То смотрите предыдущих видео Я не буду сейчас очень долго про них рассказывать Потому что видео о них есть Единственное, хочу показать оформление Это наборы от фирмы Панна Здесь у нас венок полдородия И еще есть венок изобилия Посмотрите, как я одинаково оформила эти работы То есть вот у нас идет венок изобилия Вот посмотрите, видите, какая рама И точно такую же раму мы выбрали в багетной мастерской Единственное, что сюда пришлось добавить подрамник То есть здесь двойная рама Видите, вот идет светлая Потому что здесь вот такие вот большие бусины Вот эти вот бусины крупные Я их обматывала Кстати, очень интересная техника Сложновато мне было И я даже обещала девочкам показать, как я это делала Но не получилось у меня показать Из-за огорода и переезда Ну, в принципе, там нет ничего сложного Там деревянные бусины И просто вот так их обматываешь ниткой Главное это сделать максимально аккуратно Это сделать аккуратно сложно Потому что сколько бы вы не наматывали нитки Все равно бывают прорехи И там видно дерево И приходится наматывать столько много ниток Что серединка уже вся заполнена И иголка уже просто туда не протискивается Вот здесь была сложность И потом вот эти ягодки нужно было пришить В разном направлении Они чуть-чуть должны были повернуты Быть вниз Вот эти нижние ягоды Я что-то на схеме не посмотрела Они все пришиты у меня одинаково Но, в принципе, если бы я об этом не сказала Может быть, никто бы из зрителей не догадался В общем-то, смотрится красиво Но из-за этих крупных ягод пришлось сделать подрамник То есть, если бы мы сделали раму То эти ягоды прижались бы И на обратной стороне Вот здесь картон бы был выпуклый Но пришлось сделать вот такой вот подрамник Вот сюда Получилась вот такая двойная рама Тем самым эта работа получилась чуть-чуть шире Размер готовой работы 32 на 32 Но поскольку здесь подрамник Наверное, получается где-то Наверное, так 30 40 на 40 Так, ну, в общем, я не знаю Как вам рядом сейчас поставить Эти две работы Чтобы вы посмотрели разницу Вот, видите? Разница Но, в принципе, когда они будут висеть Вот так вместе В принципе, будет нормально Мне надо подглядывать Чтобы видеть, как там снимает Попадает в кадр или нет Вы знаете, когда я только начинала висеть Свой канал А я всегда думала Зачем вышивальщицы вот так выглядывают Из-за работы Это смотрится как-то нелепо А иначе тогда я не вижу Снимается Хорошо вам видно или нет В общем, приходится подглядывать Вот так будут висеть работы Эти две вместе Я, конечно же, очень хотела Чтобы они были одного размера Но это исключено Надо было тогда вот эту картину Оформлять точно так же Вот в эту раму Но эту картину я вышила первая И потом только купила вторую То есть то, что здесь будет такое оформление Я даже не догадывалась Если бы эту картину я вышила первую То тогда бы я здесь сделала точно такое же оформление Но я думаю, это не критично Я думаю, это не страшно На мой взгляд, нормально Вот, ничего такого ужасного не произошло Так что вот так вот, девочки Так, ну что вам еще показать? Знаете, что хочу показать? У нас же выставка была зимняя, весенняя И я забрала работы свои И вот мои матрешечки Мои матрешечки Которые я забрала Это серия от Алисы Алиса? Да, Алиса Представляете, столько времени прошло Уже стала забывать Алиса это... Да, действительно, это Алиса Это четыре матрешки Оформленные в деревянную раму Оформляла в нашей багетной мастерской Багетка двое Они отправляют, по-моему, почты В общем, ВКонтакте Есть у них группа И есть у меня видео об этом Можете перейти, посмотрите Там будут ссылки на эту багетку В Инстаграм И ВКонтакте Есть их багетная мастерская Но они работают с натуральным деревом Это дорого, натуральное дерево Но мне Саша оформила дешевле Я платила только за раму, за работу Она денег не брала Все, кто участвовал в выставке Она для всех делала такую услугу Бесплатное оформление И, пользуясь случаем Я оформила все четыре матрешки И шкатулка еще у меня оформлена Большое спасибо, Саша За такой щедрый подарок Потому что в натуральное дерево У меня не оформлена ни одна работа И вот у меня теперь шкатулка И вот эти четыре матрешки Есть вот в таком оформлении В деревянной раме Все остальные рамы у меня пластиковые Дешевые А здесь идет натуральное дерево Причем оно не крашено Вот такое натуральное дерево И вот здесь вот идут цветные полосочки Которые подходят к каждой из матрешек Ну, то есть получается, что все оформление одинаковое И матрешки отличаются только вот этим вот Вот этой узкой речкой Я не могу назвать это паспарту Деревянная такая идет речка Она из дерева окрашенная Ну, в общем, очень оригинальное оформление Причем я только сказала Саше, что я хочу дерево И хочу, чтобы они были одинаково оформленные Чтобы рамочки были либо светлые, либо такие какие-нибудь потертые Вот И она уже сама придумывала Вот видите, здесь зеленая Такая желто-зеленая рамочка Вернее, тут желтая, тут зеленая Ну, в общем, вот такие четыре матрешки Об этих матрешках у меня есть подробное видео Можете посмотреть, если вам интересно Ну, а сейчас я хочу вам показать Для чего я вышиваю пластиковые игрушки Или, вернее, для кого я вышиваю пластиковые игрушки Вот, девочки, жду Василису в гости Разложила все игрушки Ей нравится играть в них И вот куколка, которую я ей обещала Сейчас придет и будет играть Я все вытащила из коробок Для того, чтобы Василиса поиграла Вот моя красавица в гости пришла Привет, помаши всем Привет всем Баба, что я тебе дала? Играть? Да Да, шкатулочка Зайка моя, я тебе вышила куколку Хочешь посмотреть? Смотри, баба, тебе какую куколку вышила Вот и куколка Смотри, красивая? А это одежки ей одевать Давай пока коробочку положим Я тебе коробочку положи А я тебе покажу, как куколку одевать Туда не уместится Давай вот так Смотри, платьице ей нужно надевать Вот так, надевай ей сюда вот платьице Надевай Вот так, смотри Оп, и оно приклеилось Видишь? А вот еще другое платье Ой, вздохнуло как Понравилось? Они приклеиваются, смотри Платьице приклеивается Там магнит Смотри, магнитик, видишь? Да Вот это И смотри, как приклеивается Оп И все, одела платье Топ-топ-топ Пошла гулять Топ-топ-топ Топ-топ-топ Пошла куколка гулять А давай другое платьице оденем Это снимай Другое оденем Оп В другом платьице пошла гулять Топ-топ-топ 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 Ма Маша? Как назовем? Маше нравится, да? Скажи Ма-ша Ма Маша Она у нас уже говорить Начинает Вот это играть Давай будем Я все тебе приготовила Ой, смотри, какие магнитики На холодильник Видишь, они клеятся? Это цветочки Цветочки А это, смотри, какое Тыква Тыква Тыква, да, правильно Тыква А это игрушка На елочку вешать Шарик Шар Сможешь сказать шар? Да Да, смотри Это что? Это тоже елочка Тоже елочка А смотри, какая еще кукла Матрешка Вот какая куколка Да Платьице хочешь одеть на нее? А на нее платьице не клеится Только вот на эту маленькую клеится А на эту нет А здесь, смотри, еще баба вышла Цып-цып Или ку-ку Кто это? Ку-ку Ку-ку это, да? Да, тебе ку-ку? Да Ку-ку А это зайка Нравится? Что тебе больше всего здесь нравится? Вот это больше всего нравится? Зайчик нравится Вот какой красивый Вот видите, девочки А вы говорите Зачем мне люсгу вышивать? Вот внучка в гости пришла Ей теперь есть чем заняться Цветы 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 Да, да Вот это цветы Сейчас поиграем, да? А потом кушать пойдем? Да У тебя хороший аппетит? Да Скажи аппетит Аппетит Скажи аппетит Аппетит Еще раз Аппетит Аппетит у нас, да Скажи всем пока-пока Пока Нам некогда играть будем Пока Вот это будем играть Пока И вот это, да Бусинки Ты бусинки любишь, да? Да Баба тебе даст бусинки, когда ты подрастешь Мы вот в эту коробочку их насыпем У меня разные-разные есть Разного цвета Мы их сюда насыпем Бусинки И будем играть, да? Ты будешь с бабой вышивать Да Вот в эту, да Вот туда бусинки маленькие насыпать Будем Да, у бабы много бисера Вот тебе будет занятие, когда подрастешь Смотри, вот коробочка И вот в эту коробочку Нужно складывать все вот эти игрушечки Да? Да Такую красивую коробочку Тебе нравится? Да Смотри Собачка И киска Это Ричард И Мурзилка Там бегают они Да Мурзилка там бегает А Ричард Мяу там бегает А Ричарда мы закрыли Потому что он плохо себя ведет Ай-яй-яй, да? Ням-ням Ням-ням Киса там кушает Да Мяу Мяу Киска кушает Вот там, да Вот она, киса тут Вот она здесь у нас киса Аф Аф И собачка здесь Ричард Ричард Ёлочка Вот она, ёлочка Такая Вот, правильно Вот сюда её в серединку Надо приклеить Да Молодец Ещё была там, да, ёлочка у нас Она помнит, что ещё здесь Одна ёлочка была Вот она Вот ещё одна ёлочка Сюда надо положить Правильно Здесь же нарисована ёлочка Значит Нет? Закрыть? Давай Сверху приклеим Вот сюда надо приклеиться Вот так, да? Дизайнер наш Ёлый дизайнер Ох Вот так очень красиво Курочку? Да Курочка это на Пасху На Новый год ёлочку Да Да, другую Вот эту А, вот, похоже Вот она показывает Похожие цветочки Красненькие Да, похоже Молодец Смотри, Оля Она увидела рисунок Похожий Вот здесь, говорит Вот тут, говорит, красный Она нашла красную курочку С красным цветком Подходит, да, сюда по цвету? А ещё какая подходит? Вот эта курочка сюда очень подходит Ух ты Ты у нас дизайнером будешь? Да Молодец А, вот это сбоку? Да Вот, смотри, здесь какие узоры ещё красивые Вон, какие красивые узоры Вот эти тебе дать? Кактусы? Да На И вот этот И вот эту на тебе Вот Нравится? Да Вот эта Вот эта салфеточка нравится? А, вот эти кружева Похожие, как вот здесь рисунок, да? Где горшочек? Покажи Где они растут, горшочки? Вот, горшочек Цветочки посадили Скоро на даче цветочки у нас вырастут, да? Вот это Помнишь, цветочки на даче поливала из шланга, как, да? Пшшш, так поливала Деда Деда А деда что делал? Курицу Ням-ням, да? Деда А тебе понравилось? А как деда нашего зовут? Бабай? Да Как? Скажи Бабай Бабай Научилась говорить Бабай Бисер Бисер А здесь, смотри, какой цветок красивый Покажи, где цветочек Вот Бисер Бисер Это бабушка вышила бисером, да? Нравится тебе бисер? Да А давайте будем выбирать куколок маленьких Да Ну-ка, найди там куколок маленьких Давай я тебе помогу немножко, а потом ты сама А, вот это тебе может понравиться Баночки, да С едой Мед Мед Похоже Похоже, да Как Почему как Это есть нельзя А знаешь, что баба тебе заказала? Репку Ты любишь сказку репка? Да Там дед, баба Буф Кто там? Оф Собачка Жучка Мяу Мяу Киска Пи-пи Пи-пи мышка Всех заказала Скоро баба вышьет себе репку А еще курочка ряба Сказка есть Ты любишь сказку курочка ряба? Да Расскажешь нам? Вот она курочка Расскажешь нам сказку про курочку ряба Давай расскажем, если жили-были Кто жили-были? Дед Дед Бабка Бабка И была у них курочка ряба Снесла курочка Что снеслась? Стол Стол Вот это стол, да Снесла курочка Не до курочки сегодня Что-то всем интересное Стол Платье Платье Стол вот здесь вот Стол Стол Вот здесь у курочки стол Яичко давай Снесла курочка яичко Не простое А золотое Ой, какая курочка Тебе понравилась курочка, да? Возьмешь ее? К себе возьмешь играть? Как она крылышками машет Крылышками летает Да, песочек там, да? Курочку Василиса Василиса Курочку тетя подарила Скажи спасибо Пи Пси Спасибо Тетя Тетя Ну, в общем, вот такие были мои работы Спасибо вам за просмотр Не забывайте ставить лайки Пишите свои комментарии С вами была Инесса Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok